МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это плавится в тигле игры между надеждой и отчаянием. Детей же в музыкальном театре ждет поучительная сказка «Василиса Прекрасная» завтра в 11.00. Многим известна трогательная история про бедную сиротку, злую мачеху, страшную бабу-ягу и удалову молодца Ивана, который в конце концов всех спас. А если все было не совсем так? Если мачеха не такая уж и злая и желает приемной дочери добра? Если добрый молодец, хоть и смел, но все у него из рук валится. А бедная сиротка, хоть и прекрасна, но бездельница и ничему не хочет учиться. Кто поможет героям сказки обрести счастье? Волшебница сможет прийти на помощь, но наладить свою жизнь им удастся, только постигнув простую истину. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. В воскресенье 4 октября творческая группа Music and Dance представляет спектакль «Необыкновенные приключения Незнайки» по мотивам произведений Николая Николаевича Носова. Всем известно, что Незнайка – это озорной, не очень образованный, но бесконечно обаятельный персонаж, который постоянно попадает в какие-нибудь забавные истории, и друзьям все время приходится его выручать. На этот раз Незнайка с Пончиком забрались на Луну и попали в ужасный переплет. И вновь незадачливых путешественников выручают не только Знайка и другие жители цветочного города, но и все ребята, собравшиеся в зрительном зале областного центра культуры молодежи. Любителям изобразительного искусства хорошо знакомо имя Мирославы Казанцевой. Ее картина находится в частных коллекциях в Литве, Польше, России и США. В течение последних пяти лет на выставках в Калининградском историко-художественном музее она демонстрировала удивительные живописные работы, вдохновленные красотой Индии и Непала. Мирослава Казанцева вспоминает. «Я лихорадочно искала сокровенное место абсолютного счастья. Нужно было долгое время бродить по дальним странам, чтобы найти самую прекрасную землю на свете – Курскую косу». И вот на выставке в историко-художественном музее Мирослава Казанцева представляет серию новых живописных работ. Уникальные дюнные ландшафты, цветущие разнотравья диких полей, согретые солнцем лесные опушки, загадочная Балтика. И для художника, и для зрителей данный выставочный проект – прекрасная возможность через искусство постичь таинственное очарование родной земли. Выставка работает до конца октября 2015 года. 8 октября в кинотеатре «Заря» и арт-платформе «Ворота» откроется международный фестиваль новых фильмов о музыке и современной культуре «Beat Weekend». «Beat Weekend» – это продолжение московского фестиваля «Beat Film Festival», который за 6 лет вырос в один из крупнейших киномузыкальных смотров в Восточной Европе. В программу фестиваля вошли фильмы-участники и победители престижных международных кинофестивалей по всему миру, посвященные музыке и не только. Подробную программу фестиваля можно будет уже совсем скоро найти на просторах интернета. У меня на сегодня все. Желаю вам культурного отдыха. С вами была Мария Авраменко и до встречи в эфире.